МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинрегиона у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня в выпуске. ДНЕПР-2016 ВЫНИКИ СУМЕСТНЫХ БЕЛАРУССКО-РАССИЙСКИХ ВУЧЕННЮ У МАТРЫЯЛЯ НАШИХ КОРРЭСПОДЕНТОВ ЯКИЕ МИНИФИЛЬМЫ МОЖНА БУДЕ ПАГЛЯДЦІТЬ У ВИРТУАЛЬНЫМ МУЗЕЕЙ, ЧТО СТВАРАЮТЬ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ МОГИЛЯУЧАНИЯ БЕЛАРУССКАЯ ВЁЗКА, ЕЕЕ ЖИХАРЫ, БЫТ И ПРИРОДА ПАДАРОЖЖЕ У РЕАЛЬНЫСТЬ ПРАСТВОРЧАСТЬ ЛАРЫСЫ ЖУРАВОВИЧ ЧАСОВЫ ПАВЕРЕНЫ У СПРАВАХ КАРАЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУССЬ З ВИЗИТОМ У МАГИЛЮСКИЙ ВОБЛАСТІ ПЕРШИМ ПУНКТАМ ПРАГРАМЫ ПАУЛА ВАН ОСТВЕЙНА СТАЛО НАВЕДВАННЕ ПРАДПРАЕМСТВА С ЧАСТКИ КАПИТАЛУ НИДЕРЛАНДОВ У БАБРУЙСКО ДАЛЕЙШЕЙ РАЗВІЦЁ ЭКОНОМИЧНЫХ АДНОСІНАУ АБМЕРКАВАЛИ ПАДЧАС СУСТРЕЧЫ СА СТАРШЫНЁЙ МАГИЛЮСКАГА АБЛВЫКОНКАМА У ЛАДІМИРАМ ДАМАНЕУСКИМ НИДЕРЛАНДЫ ГЭТА ТРАДЫЦЫЙНЫЙ ПАРТНЄР ДЛЯ РЕГЮНА ШТОГОТ ТАВАРАБАРОТ З ГЭТАЙ КРАИНЫЙ ПАВЯЛІЧВАЦЦА ЗА ЧАТЫРЫ МЕСЯЦЫ ДВЯТЫСЯ СЯМНАЦАТАГА ЙОН ПЕРАВЫСЮ ШЕСТЬ СПАЛОВЫЙ МИЛЬЁНОУ ДОЛЛАРОВ НА ТЕРРАТОРЮЮ МАГИЛЮСЧАНЫ ПРАЦЮЮЦЮЦЮ ЧАТЫРЫ ПРАДПРАЕМСТВЫ З ДОЛІЙ НИДЕРЛАНДСКАГА КАПИТАЛУ БАКИ ТАКСАМА РАЗГЛЯДІЛІ ПЫТАНІ КУЛЬТУРНАГА УЗАЯМАДЕЯННЯ КАЗАЛІ ПРААБМЕН ТУРЫСТАМИ И СТУДЕНТАМИ Мы обсудили темы, где экономика будет приемлема, такие сферы, как туризм и агрикультура. Между Могилёвскими университетами и университетами в Нидерландах пока что нет обменов. И он будет встречаться, посетит университет и встретит с студентами и найдёт какие-то пути для контакта. Что приятно наблюдать в наших отношениях внешнеэкономических, это то, что и по итогам 2016 года наблюдался рост товарооборотов, он составил к уровню 2015 года порядка 113%. Если посмотреть на 4 месяца этого года, то он составляет 183%. День информования и прием грамадян зуделом представника администрации президента Республики Беларусь пройшел у Климовицким районе. Сустрыча идеологичного активу и первого наместника керувника администрации Максима Рыжанкова пройшла у форме диалогу. Гутерка и шла про экономику, здоровье, спорт, туризм. Жыхаров приграничного району цікавили взаимоотносины с Российской Федерацией. Пытание поставок нафты и газу, экспорт молочной продукции. А так само пашпортный контроль с боку краины-суседки. Максим Рыжанков отзначил, что такие визиты корыстные як для представников улады, так и для жыхаров. Это махчимость наладить взаиморазумение и почать суместную працу над поставленными керувництвом краины задачами. Люди, выполняя какие-то задачи, они должны понимать их суть. Им надо разжевать их так, чтобы они из простого исполнителя превращались в сторонника этих идей. И от всей души, от всего сердца уже их выполняли на местах, когда они занимаются своей кропотливой работой непосредственно с людьми здесь. Так само Максим Рыжанков провел прием грамадян. Жахару Агрогорад Кутиманова хвалюе будовництво станции обезжалезвания воды. Индивидуальных предпринимательников цена на перевозку урожаю с Божжа. Мясцовые краеведы узняли пытание реконструкции краезнавчого музея, який мае историко-культурную каштовность. Усе задачи выконали поспехово. Такую оценку отрымали суместная тактика специальная в ученни Днепр-2017. У их примали удел понтонное подразделение 188-й гвардейской инженерной бригады Узброенных сил Беларуси и Узброенных сил Российской Федерации. Суместные в ученни, якие ладились у района населенного пункта Дашка, у Камагилевского района, проходили с 13 по 15 червеня. Яны проводились у два этапы. Первый – подрыхтов, когда выконание задач по обсталевании пероправ. Другий – по наведении наплывных мостов и утрымании пероправ. Про Днепр войсковцы наладживают понтон грузопадъемностью 60 тонн. Моцное тячение, глубиня раки, каля 6 метров, обрывистые бироги. Все это ускладняя выконание задания. Так само наведены дублированные пероправы. Далее диверсийная разведывальная группа противника выводит со строю одно звяно моста. Командир батальона прямое решение – одновить пероправу с выкористанием резерва со складу понтонного парка Узброяных сил Российской Федерации. И задача поспехово выконана. Сборы впервые, учения впервые, а полевые выезды на срочные службы были. Для удела у суместным тактыка о специальном вучении у понтонно-мостовый батальон были призваны 100 военнослужащих запасу с Могилевской области. Начальник Генерального штаба Узброяных сил Беларуси годно оценил подрыхтоку войсковцев. Я хочу сказать, что личный состав подготовлен хорошо. Сборы в мировой прошли успешно. Показывают высокую заинтересованность, высокий моральный дух. Ну и, естественно, практически в два раза норматив перевыполнен был на оценку отлично. У манерах примали удел понтонное подразделение 188-й гвардейской инженерной бригады, понтонное подразделение Узброяных сил Российской Федерации и дымовые подразделения 8-й бригады радиооцины, химичной и биологичной обороны. В учении носили выключено оборонший характер и накированы на умоцевании региональной безпеки и союзницких обовязальниц. Считаю, что учения прошли плодотворно. Ребята справились, все показали хорошие, отличные результаты. Сами прекрасно видели, были свидетелями. Считаю, что не нужно останавливаться на достигнутом. Будем дальше продолжать сотрудничать, тренироваться на хорошо и отлично. Тя первая искусствия распроцовывать больше складанные задачи, как повышать узровень подрыхтоки военнослужащих обеих в Украине. Я надеюсь, что следующие задачи мы будем выполнять уже на нашей территории Российской Федерации. Наверное, мы и задачи будем усложнять по ширине водной прегради, по условиям преодоления и наведения наплавных мостов. Нарастим усилия общевойсковыми подразделениями. Обязательно мы будем привлекать танки, мотострелков, авиацию. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новин Эргіона. По традиции, звернуться с питаниями до представников улады жихары в области смогут у суботу 17 червеня. У Могилеве и Бабруйску и во всех райвыконкамах Могилевщины так само пройдут промы и телефонные линии. Так, с 9 до 12 годин у Могилевским Аблвыконкаме промы и телефонную линию проведе керавник с правами Рыгор Воронин. Коли у вас есть питание по контролю за выконанием документов типа работе со своротами громадян и юридичных особ, телефонуйте. Номер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским Гарвыконкаме ваше телефонование буде примать наместник старшини Сергей Дядович. А у Бабруйска у той же час промы и телефонную линию проведе Игорь Кисель, наместник старшини Бабруйска Гарвыконкаме. Доголовные подеи года для Могилева до 750 годя организаторы подрактовали масштабное святкование. Насытшенную программу и шмат сюрпризал. Чарху мероприемства у областным центра распочне церемония уручения специальной премии Могилевского Гарвыконкаме досягненья. У межих мероприемства на стадионе «Спартак» пройдя святошный концерт за делом ведомых артистов Петра Ялфимова, Ларисы Долиной, Сосо Пауляшвили, Стаса Костюшкина. Протягнуться мероприемства уже у выходные. Так, 1 лепеня, а поудни, по центральной улице города пройдет этерализованная шестя. А у 13 годин на улице Ленинской разгорнется свято национальных культур. А у той же час у этновесца «Зеленый Гай» будут проставлены национальные белорусские традиции. Грандиозная реконструкция основных исторических падей города распочнется у 9 годин вечера. После 3D-майпинг-шоу. А вот подарунок от Китайской Народной Республики яскравый святошный фейерверк, який усе вельми чекают, плануется провести на площади славы а поуночи. Дарыши по программе свято 1 и 2 лепеня продуглежены масштабные мероприемства и на городском пляже Днепра. Там отбудется большая бартребалка в Могилеве и городское молодежное свято Могилев – город Добра. До юбилея Могилева усе навучальные установы города рыхтуют свой особливый подарунок областному центру. От малюнков могилевских славутостей до интерактивных экскурсий. У святошный рух уклюшились навод самые маленькие. У дошкольного центра развития номер 1 вы решили створить виртуальный музей с мини-фильмами. Моя воспитательница Наталья Евгеньевна мне рассказала, что скоро нашему городу исполняется 750 лет. Я удивилась, что у нашего города есть день рождения. И я решила узнать, каким наш город был раньше, чем знаменит, и как люди будут отмечать его день рождения. Я решила провести исследование. Маленькая Арына любит гулять по городу. Для своего мини-фильма она не просто наведала знакомитые могилевские мястины и зарабила селфи, а побоч с любимыми персонажами. Разом с батьками она выучала историю города, отрывалась виды рассказ от первой особы. Мне нравится больше всего Могилевский драматический театр. Потому что там выступают артисты из разных стран. Мне интересно, какие у них спектакли. Да, я даже там выступала. Это только частка великого инновационного проекта региональных виртуальных музеев, у яким дошкольный центр развития детяти номер один берет удел с 2016 года. Дети становятся журналистами и удельниками фильмов и рассказывают про то, что бачат. В нашем учреждении будет создан виртуальный музей, куда войдут и электронные презентации о родном городе по различным блокам, о родной природе, об истории и культуре родного края, о людях, прославивших на край. Также мы с детьми создавали видеофильмы по блокам. Прежде всего, о нашем родном детском саде, о любимом городе, о дружбе народов всех странах. Гэтые мини-фильмы теперь планують показать у инших садках. А еще про Могилеу доведаются малые Санкт-Петербургского детячего садка. Детки отправили посылку с белорусскими садсками и сувенирами, книгами и маленками про Могилеу. Татьяна Сергеичек, Кристина Кранкевич, Виталь Аляксеенко, Новины региона. 18 районов Могилевской области за пошние месяцы объехали живописные работы Ларисы Журавович. Арт-проект про творчность, любовь и самую звычайную глубинку мая поспех. В Осиповичах на гэтым тыдне открылась выстава под названием «Подорожжа у реальность». Белорусская вёска и ежихары, быт и природа. Белынецкая масташка малюе селянскую прихожость. Добрый день! Поважанные сябры! По Осиповицким районным хисторикам разноучим музеям у Рачиста открылась выстава Ларисы Журавович. Ее картины про белорусскую вёску. Для тех, кто любит селянский быт, шаную працу на земли и сподяется, что реальность, такая знакомая с дятинства, не зникнет усим. Сама я тоже с какой-то деревенской семьи. Родители приехали из деревни уже белой. Мне вся эта работа знакома и пульба копает, и сено сушить, и коров пастить. Арт-проект, присвеченный Глыбинцем, народился, когда масташка с книги «Водгука» удаведалась. Ее картины бачит на выставах наибольши джихары городов да туристы. А хотелось, ка б на их поглядели тые, про кого яны писалися, сельские працовники. Это золотой фонд нашего села, и поэтому, конечно, мы должны помнить и не забывать и этих людей, и, конечно, свою малую родину, которая, еще раз, она нас к этому призвала любить, ценить ее и помнить она. И все ж таки на картинах Ларисы Журавович реальность, якая зникает. Быть селянской глыбинке меняется с тягом часу. Невеликие везки вымирают, изникают о лекоштовности, подается, застаются ранейшими. Это вот наш колорит и наша толерантность, поэтому именно эти работы, они напоминают мне детство, и такая ностальгия, да, по теплому хлебу, по парному молоку, по нашей белорусской деревне. И не с дарма гости на открытии убачили и иншую символику в выставе. Я наладится в год 125-й год дезиненароджения Максима Бодановича, и мне подалось, что дух Максима, его любовь до родины, до очины присутствует в творах Ларисы Викторовны. Али разом с духовным складником одна из самых популярных картин на сеповицкой выставе, несумненно, натюрморт с салом. Это то, что необходимо, так же, как дом, семья, родина, хлеб, молоко и, наверное, сало. Теперь, когда завершается творчая вандроука Масташки по Махилевской области о сеповицке 18-й сельский район, где працует, я ей выстава, можно сказать, что мы это арт-проекту досягнуто, и глядачи застались уражены. Нашей самобытностью, реальностью жизни мы отходим от этого, но все равно к ней возвращаемся, особенно сейчас в наших музеях, потому что все-таки история, она остается в душах. 15-го червеня у Махилеви у музея-этнографии открытся выниковая выстава проекта Ларисы Журавович и Апасля у столицы Илона Иванова, Юра Уласцов, Новины региона. От прадеда успокон веков нам засталась Аспадчина. Киновечарына притвечена 135 годзю с дня народжения народных белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Колоса пройдя 19-го червеня у кинотеатры «Червоная зорка». Организаторы мероприемства кажут, все лето подрыхтовали цикавую программу, будя и на что поглядеть и что послухать. Распадчинец и вечары наслает презентации про вандрование народимой Якуба Колоса и Янки Купалы. После шагона, выставив подрыхтованной библиотекой имя Ленина, можно будет познаймиться с литературными творами этих знакомитых белорусских аутеров. Филиал Белорусской Державной Академии Музыки специально до юбилейной даты подрыхтовал музычные и вокальные номары. У подарунок от киновидеапракату у кинотеатра «Червонная зорка» покажут документальные фильмы про життё и творжыць белорусских письменников. На юбилейную вечарину запрошены и могилёвские паэты. За пошними новинами вы можете познайомиться на нашем сайте tvrmogilio.by А на этом я с вами развитываюсь. Дякую вам за увагу и до встречи в эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok